80 лет назад, 27 января 1944 года, закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. В этот день советские войска сняли блокаду Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ежегодно в этот день принято вспоминать погибших и почитать те, кто пережил голод, бомбежки и холод. Для этого в библиотеке номер два организовали встречу с блокадницами Натальей Минаевой и Галиной Федотовой, которые рассказали, как пережили то страшное время. Мама у меня работала на Кировском заводе, а там Кировский завод делал запчасти к танкам-самоходкам. И она нас брала на работу, чтобы присмотр не оставить, бомбят везде же, правильно? А завод-то его окружили наши и защищает, правильно? И мы были у нее всегда на работе. За счет этого паика там какого-то маленького и за счет просмотра. Ну вот так вот выжили. Ленинград – единственный город в мире, который выдержал длительную оккупацию фашистскими захватчиками. Это достойно уважения и в наши дни. Посетила мероприятие начальник территориального отдела 6-й микрорайон Олеся Боева. Просто не передать словами, конечно, как они жили в таких суровых, холодных, темных условиях, голодные, еще дети, проявляя огромное мужество, героизм. Надо дать им большой поклон. Кроме того, сотрудники библиотеки совместно с историко-культурным отделом Дворца культуры «Видное» организовали фото-выставку под названием «Подвиг Ленинграда». На снимках видно, как жили люди во время блокады. И Владимир Степанович Меньшов, так сказать, сделал, подготовил эту фото-выставку тоже с сотрудничеством с историко-культурным центром. Мероприятие проводили в цикле встречи с интересными людьми для клуба «Активити». Мне очень нравится приходить сюда, в библиотеку. Мы очень часто посетители, дружные, потому что я член группы «Активити». Нас эта группа так сплотила, что мы на все приглашения работника библиотеки мы отзываемся очень активно. Встреча прошла очень душевно. Рассказ блокадниц никого не оставил равнодушным. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.